Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале. В сегодняшнем видео мы с вами вновь поговорим о грибковых заболеваниях винограда. Итак, сейчас у нас самый конец июля и есть два условия. Смотрите, с одной стороны ягода уже начинает набирать цвет. Вот сейчас я вам Зилку показываю, дальше Алешеньке, он уже тоже начинает желтеть. То есть до урожая довольно скоро. С другой стороны, сейчас прошли обильные дожди. Несколько дней шли дожди очень теплые, хорошие, с грозами, промочили землю. После этого наступила жара. Вот это самое опасное время, когда грибковые заболевания могут начать проявлять себя. Да, я во многих своих видео рассказывала про профилактические обработки, которые мы проводили. Но особенно для некоторых сортов, больше подверженных заболеваниям, этого может быть недостаточно. И вот после такой погоды у нас может начаться болезнь на винограднике. Значит, что с этим делать? Напомню, когда я вам рассказывала про препараты для обработки, я говорила о том, что есть две группы препаратов. Это препараты системные, и мы именно их использовали для профилактики. То есть это те препараты, которые проникают внутрь растения и формируют его иммунитет, защиту. Сейчас, конечно, такие препараты уже применять не особо хорошо, потому что до урожая осталось не так уж много времени. И с другой стороны, мы смотрим ущерб. Читаем инструкцию, смотрим за сколько дней и понимаем, стоит или нет. То есть если у нас только начинается болезнь, вот смотрите, это мильдю. Я сорвала лист. Если болезнь только начинается, значит, может и не стоит добавлять лишнюю химию. Если куст сильно поражен, то речь уже будет идти о спасении куста, а не о том, чтобы получить какой-то урожай. И в таком случае уже берите и применяйте тяжелую артиллерию. Вторая группа препаратов, о которых я рассказывала, это группа препаратов контактная. Вот как раз-таки в это время ее тоже можно применять. Потому что она не проникает внутрь, эти препараты. Они остаются на поверхности листа, на поверхности ягод, постепенно смываются. Но для лучшего эффекта в раствор с такими препаратами хорошо добавить прилипатель. Как правило, это обычная мула. Что еще мы можем сделать? Вот я просто уже знаю, что пошла такая погода. Вот я нашла такой лист, значит я его просто удаляю. Если таких листьев немного, то любой источник заболевания надо убирать. Понятно, оставив растению тоже что-то для жизни. Также мы уберем все загущающие пасынки. Даже вот, например, здесь в зилге хватает всего. Вот она мощная, с огромными листьями. Скажу еще раз, тут по три, по четыре моих ладони. То есть даже те пасынки, которые мы оставляли для того, чтобы у растения была зеленая масса, мы можем их убрать еще больше, там, где они загущают, чтобы виноградный куст хорошо проветривался и источников заболевания было меньше. Также уже показала, больные листья, если их немного убираем, ни в коем случае не бросаем их на компост, мы их сжигаем. Смотрите, что еще у меня есть. Это гроздочка зигиреби. Вот она поражена аидиумом. Ну, сложно выговаривать, для меня проще йодиум, ну, мучнистая роса. Вот, она пораженная, то есть тоже эту гроздь я удалила. Чтобы не было лишнего источника, потому что, ну, не надо, лучше где-то отжалеть вот эту одну гроздь, чем оставлять источник заболеваний и потом думать, как с этим всем совладать. Кроме этого всего, сейчас время применения каких-то инородных средств. Конечно, может быть, если бы было довольно сухо, довольно прохладно, то мы бы ничего не делали, мы бы понимали, что все хорошо. Но я вам уже сказала, что прошли очень обильные теплые дожди. Сейчас, вот сегодня первый день жара порядка, наверное, 30 градусов, и прогноз прогнозирует это дальше. И еще будут идти дожди. То есть это самое время развития заболеваний. Поскольку до урожая, вот это русский ранний я вам сейчас показываю, осталось не так много, я уже химию не хочу использовать. Ну, если придется, то, конечно, придется. Химию я использовать не хочу. И сейчас я буду использовать народные средства. Что из народных средств можно применять? Поскольку эти средства не очень сильные, применять их надо будет довольно часто, где-то раз в неделю ими обрабатывать. И, как видите, я их применяю для профилактики. То есть если у меня уже совсем-совсем вылезет, но если немножко, как я вам показала на предыдущем, там один листочек, одна гроздочка, мы просто убираем источник и точно так же профилактически обрабатываем. Так вот, какие могут быть варианты? Это может быть раствор соды, Это может быть раствор настойная зола. Но при этом зола еще дает второй эффект. Она позволяет, это фосфор, позволяет лучше вызревать лозе. То есть можно и это. Что буду использовать я? Я на сегодняшний день буду использовать раствор сыворотки и йода. Ориентировочные пропорции, одна часть сыворотки на 9 частей воды и 10-12 капель йода. Все. Этот способ я пробовала в теплице. То есть в теплице я обрабатываю только этим, помидорки у меня не болеют, виноград у меня там тоже не болеет. И вот такую же профилактическую обработку я сейчас проведу на улице. При этом в это же все можно добавить фитоспорины для усиления действия. Потому что и там микроорганизмы, и там микроорганизмы. Кисловатая среда, они друг друга поддержат. Плюс можно добавить еще того же мыла, потому что я знаю, что будут еще дожди. Чтобы мой раствор не смылся очень быстро, я добавлю туда еще мыла, чтобы хотя бы чуть-чуть задержать все это на моих растениях. Но опять же, оголение гроздей. То есть если до этого, например, еще вставал вопрос, делать это или нет, то после вот таких вот сильных дождей я вам показала больную гроздь. Чтобы этого избежать, надо давать гроздям проветривание. Пасынки уже говорила. Убираем. Если вокруг куста вот такая какая-то трава, то в это время тоже ее желательно убрать, чтобы как можно меньше было источников заболевания. Но вот так делать не надо. Потому что, смотрите, здесь полностью оголенные гроздья. Я показывала вам этот соседский куст еще весной, когда рассказывала про формировки. Но теперь посмотрите, сколько питания осталось этим гроздям. Да, там чуть-чуть листьев, причем вот как раз-таки там они в куче. И там все, что угодно развиваться может. Ну, гроздь, да, мы оголили, но зеленой массы осталось мало. То есть смысла от таких вот операций, ну, в общем-то, нет совсем. То есть при проведении любых операций, обработок, либо убирания чего-то опасников, листьев, нам надо пользоваться, ну, каким-то рациональным зерном. С одной стороны, мы должны спасать самое большее, что у нас есть. Самое важное у нас куст. То есть если там совсем-совсем все плохо, все очень сильно заболело, мы применяем тяжелую артиллерию. Если же все более-менее, то стараемся идти на профилактику, ну, и где-то, может быть, убрать чуть больше, чем мы бы убрали в другом случае. Надеюсь, что мое видео было вам полезно, мой опыт. На сегодня я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео вся полезная информация. Ссылка на мой сайт, где можно посмотреть полный ассортимент черенков и саженцев, которые будут в сезон, и мои контакты. Ну, конечно, до новых встреч. Хороших вам урожаев. Пока.